Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас очень животрепещущая, очень интересная тема. Она посвящена борьбе со стрессом. Давайте сразу посмотрим первый слайд. Определение, что такое стресс. Я думаю, что каждый человек по-своему может его сказать, но вообще, если говорить действительно научными терминами или вообще-то такими серьезными, то это такое состояние организма, которое характеризуется эмоциональным и физическим напряжением, которое вызывается воздействием различных неблагоприятных факторов. Давайте сразу следующий слайд. Какие бывают виды стресса? Как ни странно, мы все думаем, что стресс — это просто сразу. Вот так на самом деле существуют его виды. Давайте на них взглянем. Итак, прежде всего, это физиологический стресс. Это реакция организма на, прежде всего, конечно же, болевое воздействие, на какой-то выраженный шум, на вибрацию, на резкое изменение температуры окружающей среды, атмосферного давления и так далее. То есть это такой дискомфорт, который, на самом деле, может вызван быть и натертостью, не знаю, новые туфли вы надели. Идете, ногу вам трет, и это уже стресс. Но этот стресс, он относится к телесным историям, называется физиологическим стрессом. Есть стресс эмоциональный. Это, собственно, эмоциональная реакция человека на какой-то страх, на неуверенность в собственных силах, на высокую ответственность при выполнении той или иной работы или, допустим, в каких-то взаимоотношениях человеческих, конфликты разнообразные в семье с коллегами и так далее. Ну и информационный стресс. Я думаю, что здесь говорить особо не о чем. Почему? Потому что чтение ежедневной новостной ленты само по себе не оздоравливает. Особенно последние годы, я не знаю, уже сколько лет. Но так или иначе, вот это информационное поле, которое присутствует, оно, безусловно, очень сильно на нас, на всех влияет, создавая вот такой вот фон, помимо натертой пятки, да, и помимо эмоционального стресса, у нас с вами есть еще и вот это вот информационное. Они между собой, конечно же, могут как-то объединяться еще, и тогда получается просто прям полный пакет. Вот, ну давайте я немножко расшифрую информационный стресс. Да, это, конечно же, реакция на поступающий информационный поток, который превышает вообще возможности нашей нервной системы по переработке данной конкретной информации. Вот здесь организм говорит, все, я больше ничего не слышать, не видеть не желаю, ничего не могу, вот я начинаю стрессировать. Вот так это проявляется. Давайте следующий слайд. Каковы стадии протекания стресса? Они, оказывается, тоже существуют, и об этом надо обязательно знать. Первая стадия протекания стресса — это тревога. На самом деле это абсолютно правильный защитный механизм, тогда, когда организм должен собраться. Вот, и собраться для чего? Для того, чтобы включить следом за этим какие-то защитные механизмы. После этой фазы наступает фаза сопротивления, проявления, но и адаптации, да, то есть тогда, когда вы, ну, или эмоционально, или физически, как угодно, пытаетесь приспособиться вот к этому неудобному, да, положению, состоянию эмоций или, да, какой-то информации, которая к вам поступила. Вот. Почему? Потому что, да, повышенные требования к организму уже предъявлены, он пытается как-то вот, да, под это подстроиться. Вот. Выражается это в действительно напряжении огромного количества внутренних сил и требует, конечно же, от организма повышенного ресурса, да, этот ресурс начинает потихонечку тратиться. И вот если этот ресурс тратится, 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 тратится и никак обратно не восполняется, вот здесь проходит стадия истощения. Вот это самое тревожное. Если первое и второе мы в целом к ней, ну, скажем так, генетически, да, вообще-то готовы. Почему? Потому что стресс неотъемлемая часть жизни. Так вот, к фазе истощения наш организм уже не так готов, как к предыдущим двум. А что здесь происходит? В этой фазе защитные механизмы срываются, они больше не могут никого защитить, да, они истощились. Следом за этим начинаются, идут нарушения уже с физиологической стороны, может начать повышаться там давление, могут проявляться любые другие телесные какие-то состояния, да, наступает рассогласование, дезинтеграция. Вот такие у нас могут быть стадии. Давайте пойдем дальше. Следующий слайд. К истощению. Они же симптомы выгорания. Почему? Потому что на самом деле вот в нынешней вообще ситуации, я еще раз все-таки к этому вернусь, на человека, причем совершенно любого возраста, да, это даже из детства уже сейчас начинает происходить, да, повышенные требования, информационный поток, нарушение режима сна и отдыха, и огромное количество людей сталкиваться, начинают с так называемым выгоранием. Вот какие у этого выгорания могут быть симптомы? Это усталость, утомление, истощение, но не то, что вот вы знаете, вы сходили на тренировку, устали, утомились, истощились, все, руки, ноги не подняли. Не совсем. Усталость, утомление и истощение, которые не проходят у вас после суток сна, ну да, там какого-то отдыха, то есть после выходных, то есть тогда, когда вроде бы вы должны были прийти в себя, но этого не произошло, да, вы хотели как-то, ну не знаю, расслабиться, вы не смогли это сделать, вы все равно усталы, вы разбиты, да, когда у вас есть общее вот такое вот какое-то состояние, вот это можно отнести к симптому уже выгорания. Появление любых психосоматических недомоганий, начиная там от головных болей, заканчивая каким-то тянущим ощущением там в спине, в мышцах, где угодно. Бессонница, да, как ни странно, но так или иначе организму требуется с одной стороны восстановление, ему требуется сон, ему вообще много чего требуется, но уснуть он уже этот организм не может. Кроме прочего, могут проявиться такие негативные истории, как снижение, ну скажем так, самооценки, да, появление так называемой негативной я-концепции, то есть здесь человек начинает перекладывать вину исключительно на себя, говорить, я там слабак, я тряпка, ну это в лучшем случае, да, я там никчемный, такой-сякой пятое-десятое, но, как правило, вот это тоже один из очень тревожных звоночков, на которые следует обращать внимание, если вы подозреваете, что у вас есть вот это самое выгорание. Скудность репертуара рабочих действий, то есть тогда, когда человек лишается полностью каких-то креативных идей, да, он просто, вот знаете, как такой вот ослик на работе, да, вот выполняет, что велено, вот, но ни на что больше не способен, не хочет, не желает, вот, у него просто нет для этого никакой мотивации. Вот, может развиться, в том числе на этом фоне, какая-то, ну, скажем так, негативное, негативное восприятие действительности, реальности, вот, которое может вытекать в какие-то конфликты дома или на работе, например. Человек может начать прибегать к разнообразным, ну, скажем так, легальным, ну, нелегальным способам, да, каким-то образом простимулировать себя этот там табак, кофе, алкоголь, ну, не приведи боже, какие-то наркотики, вот, и что еще, вот, отсутствие аппетита или переедания, причем, вы знаете, поразительно, вот, человечество делится ровно на две части, то есть тогда, когда у человека стресс, некоторые начинают этот стресс заедать и заедать в совершенно безбожном, вот, там, с набором масс, колоссальным там, со всеми остальными делами, некоторых людей, наоборот, у них прям как вот закрывается рот буквально на зип этот, да, вот такую застежку, вот, и они прям худеют, вот, чувствуют себя слабенькими такими, вот, есть не могут вообще, то есть вплоть до отвращения к пище, вот, вот так вот половина человечества худеет, половина набирает на выгорание, вот, ну, и проявление агрессии, но агрессия, это уже на самом деле крайняя степень вот этого выгорания, это тогда, когда организму и человеку требуется, чтобы вообще просто всех в покое оставили, да, то есть, ну, разумная доля агрессии, наверное, присуща, ну, любому человеку, да, и на какие-то яркие ситуации, то есть какое-то хамство в транспорте или там, ну, неважно, какая-то конфликтная ситуация, действительно человек может сагрессировать, но это не совсем про выгорание, выгорание, это тогда, когда агрессия идет буквально немотивированная, абсолютно, да, идет к детям, к животным, к старикам, то есть к тем, не знаю, существам, да, которые, в общем, этого вообще не заслужили, вот, но человек может начать просто спонтанно кричать, гневаться, вот, и вести себя, ну, действительно, не очень адекватно. Давайте следующий слайд. Каким проблемам может приводить стресс? Вот здесь у нас с вами немножко статистики уже, да, вот мы немножко вкратце наверху сказали, да, о том, что, что, какие там симптомы выгорания, но что за этим еще может последовать, да, снижение продуктивности труда, многие люди действительно отличают, потеря интереса к работе, сложности в личной жизни, вот, ожирение, похудание, кстати, никого не беспокоит, поразительно, да, ожирение беспокоит, бессонница, вот, ну, и сокращение продолжительности жизни, я не думаю, что это кого-то беспокоит, но это некий факт, да, который может произойти вследствие того, что человек будет постоянно находиться в неком хроническом стрессе. Давайте следующий слайд. Вот давайте взглянем, и я уверена, вот, большинство из вас сразу тут начинают искать свой способ борьбы со стрессом, но здесь совмещено, да, и статистика, да, как часто, кто, каким методом прибегает и способом, и так далее. Значит, вот, смотрите, по статистике люди что считают, вот, вот, я не знаю, жалко, я вас не вижу. Как часто случается стресс, задают им вопрос, вот, и 11% отвечают, да, почти каждый день. Ну, здесь мне кажется, что здесь еще есть какие-то проблемы с восприятием, да, жизни, что многие люди прям очень такие чувствительные, им все время кажется, что они все время в стрессе. Большая часть людей, действительно, более объективно себя оценивающие, говорят, что раз или два в неделю, да, действительно так бывает. Подавляющее большинство, ну, или вернее, 22 плюс 11, это 33, ну, не важно, 38% отмечают действительно стресс всего лишь несколько раз в месяц. А люди с железными абсолютно нервами, 24% таковых оказалось вообще-то при опросе, вот, считают, что стресс у них бывает всего лишь несколько раз в году. Ну, 5% затруднились. И как же вот эти самые люди чаще всего снимают стресс? Чаще всего они снимают либо общением, либо просмотром каких-то телевизионных программ, киношечек, фильмов и так далее. А часть людей используют прогулки и музыку. Некоторые спа-процедуры, душ, ванная, вот. Далее идут те, кто снимает стресс при помощи вкусной еды, заметьте, 18%. 17% с помощью алкоголя. Болтая по телефону, ну, я думаю, что встречаясь с друзьями, можно объединить и занимаясь своим хобби. Я вот не знаю, похожа эта статистика на вашу или не похожа, но мне кажется, что вот когда много людей опрашивают, всё-таки она приближается к истине. Давайте следующий слайд посмотрим. Во всем, в том, что мы с вами перечислили, не было медикаментозных и немедикаментозных способов борьбы со стрессом. Но на самом деле, я просто нарочно уже даже не стала об этом говорить, это один из, на самом деле, очень популярных способов избавления от стресса. намного более популярной, да, чем, например, злоупотребление какими-то там стимулирующими вещами, да, потому что большая часть людей всё-таки имеет, ну, действительно здоровую психику, вот, и осознавая и понимая, да, что стресс может негативно сказаться на здоровье, вот, прибегают к помощи растительных комплексов, вот, которые мягко, хорошо успокаивают и помогают нервной системе не входить вот в это состояние выгорания, да. Они не позволяют нервным процессам истощить ресурс, вот, и выступают, ну, такими, как бы, как сказать, например, добрыми помощниками, да, для человеческой психики, для человеческой эмоциональной сферы, в том мире, в котором человек сейчас, ну, в котором в мире, в котором человек вынужден сейчас существовать, ну, человек имеет такой собирательный, как бы, образ. Давайте, вот, сейчас познакомимся с БАДом от Greenway, который называется The Labstress Outfit. Значит, что у нас этот БАД делает? Он обеспечивает комплексный, что очень немаловажно, успокаивающий эффект за счёт растительных экстрактов и питательных элементов. А если так, вот, крупными широкими мазками, что он делает? Для чего он предназначен? Да, он предназначен для уменьшения уровня стресса и тревоги, для облегчения процесса засыпания, напоминаю, что бессонница стоит на третьем месте, да, при выгорании и стрессе, а также оказывает помощь в снижении артериального давления и нормализации сердечного ритма. И здесь напомню, что стресс очень часто может вызывать разнообразные телесные проявления, ну, в частности, да, вот, повышение давления или какие-то перебои в работе сердца, что обычно делает, кстати говоря, да, человек в стрессе хватается за сердце, закатывает глаза. Вот это как раз про это. Давайте следующий слайд. Что в составе? Состав, как всегда, у Гринвэя очень богатый. Он, немного забегу вперёд, да, состоит и ещё раз из питательных элементов, да, и из экстрактов. Трав, каких, давайте посмотрим. Ну, валериана, куда без неё, это, ну, как говорится, самое такое популярное направление вообще при борьбе с неврозами, стрессами и так далее, так далее, отрабатывает замечательное вот это вот красивое растение, действительно, всегда очень хорошо, вот, оно обладает мягким, успокаивающим, седативным эффектом, вот, облегчает наступление сна. На втором месте здесь экстракт хмеля, который в целом тоже оказывает успокаивающее действие, вот, нормализует, гармонизирует вот эту вот взъерошенную нервную систему. Кстати говоря, здесь вот любители пива, например, да, могут сейчас вот так сказать, да, действительно, вот, почему, потому что хмель входит в состав этого напитка. Ну, и пустырник. Пустырник в большей степени здесь на психосоматические расстройства при стрессе будет воздействовать. У него есть, действительно, тоже седативный эффект, но вот он более, скажем так, обладает усиливающим действием по отношению к валерьяне здесь. Вот, но его основное действие в составе вот данного БАТа, стресс-аутфита, оно заключается в том, что он в большей степени оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, то есть он немножечко успокаивает сердечный ритм и очень мягко может влиять на снижение артериального давления. Давайте следующий слайд. Экстрактов много, на один слайд все не помещаются. Значит, вот это очень красивое растение, пассифлора, она тоже обладает седативным эффектом, но все они, вот, повторюсь, скажите, да, зачем три экстракта и все с седативным эффектом, они вот, каждый на свое, как говорится, да, пальчик, колечко надевается, вот, этот эффект не такой вот, знаете, как бронебойный, да, чтобы коня там положить, вот, вверх копытами в стоили, нет, об этом речи нет, речь идет вот именно о моментах гармонизации нервной системы таким образом, чтобы человек мог именно идти спать и полноценно выспаться, да, хорошо отдохнуть, успеть восстановиться, чтобы нервная система за это время успела пройти цикл регенерации хоть какой-то, да, и поэтому вот эти экстракты, они здесь вот так вот собраны, как некое такое созвездие, на мой взгляд, очень красивое, вот, и оказывают действительно очень такое комплексное, хорошее воздействие. Да, значит, еще раз возвращаясь к пассифлоре, седативный эффект усиливается и действием пустырника, и действием валерьяны, вот, кроме того, спазмолитическое действие, но не только влияние на артериальное давление, как у пустырника, да, и там, ну, он еще на сердечный ритм, а здесь вообще на гладкую мускулатуру, то есть это и желудочно-кишечный тракт, и кишечник. Вот мы с вами знаем наверняка такое выражение «все болезни от нервов», там или вот там язва от нервов появилась и так далее. Вот очень часто пищеварительный тракт становится мишенью для вот этого самого избыточного стресса, то есть тогда, когда человек пребывает в избыточном стрессе, особенно если, допустим, у него вот эта реакция есть на стресс как отсутствие приема пищи, вот, то здесь действительно, ну, не то чтобы до язвы, но до каких-то серьезных заболеваний желудка можно добежать, вот, и поэтому, конечно, пассифлор в данном конкретном случае, она обладает мягким спазмолитическим эффектом, она позволяет избежать формирования вот этого, да, психосоматического, вернее, перехода психосоматического состояния в уже чисто соматическое заболевание желудочно-кишечного тракта. А вот гинкобелоба, казалось бы, да, вот мы все тут проседативное, седативное, снотворное, да, успокаивающее, а гинкобелоба наоборот, вот, он наоборот бодрящий действий, оказывается, как вы скажете, в одном препарате может уживаться одно с другим, вот таким вот парадоксальным образом может, но гинкобелоба не является, конечно же, никаким прям стимулятором типа кофеина, да, поэтому здесь никакого противоречия, разумеется, нет. Он, гинкобелоба, очень здорово, во-первых, улучшает кровоснабжение головного мозга, это важно, необходимо, вот, и при стрессе тоже, вот, потому что все, уже все процессы истощены. Но, кроме прочего, да, он за счет вот этого повышенного улучшения поступления питательных веществ, да, с улучшением кровоснабжения, он таким образом стимулирует нормальную работу мозга, вот, и таким образом человека приводит более-менее в чувство, потому что мы с вами опять же помним, что одно из проявлений стресса – это резкое снижение работоспособности, это снижение памяти, это человек не может сосредоточиться, вот, гинкобелоба нам здесь нужно, чтобы человек не только спал, но все еще продолжал, как говорится, выполнять свою социальную роль, своей социальной функции, рабочей функции, вот, и для этого гинкобелоба – первейший наш помощник. Давайте посмотрим дальше слайд. Что еще есть в составе? Я не просто так вначале сказала, что помимо экстрактов трав, здесь есть еще и некие питательные вещества, вот, питательные вещества, которые необходимы для нормализации работы нервной системы. Какие? Ну, глутаминовая кислота, да, вещь однозначно ценная, хорошая, почему? Потому что нормализует процесс передачи импульсов в ЦНС, ну, то есть, условно говоря, если не усложнять все, да, это, как говорится, не тормози, да, не тормози, то есть, вот, человек в стрессе, он очень часто притормаживает, потому что голова уже не справляется ни с чем. Вот, и глутаминовая кислота, вот эту скорость нервных процессов, она ее нормализует и дает возможность человеку соображать в том темпе, в котором он обычно привык это делать. Конечно же, это улучшает работу мозга, но, помимо всего прочего, глутаминовая кислота повышает устойчивость к гипоксии. Гипоксия – это снижение уровня кислорода в том или ином органе, который выражается нарушением функций. Ну, мы уже говорили, гинкобилоба, который у нас есть в экстракте, он повышает, нормализует вот это самое кровоснабжение. Вот, а глутаминовая кислота, работая в паре вот с этим гинкобилоба, она, клеточки вот эти вот, которые испытывали вот этот стресс от недостатка поступления кислорода, она их гармонизирует. Кроме прочего, в составе у нас находится здесь магний. Значит, я хочу сделать акцент на том, что это хорошо усвояемая цитратная форма. Доз достаточно хорошая. Вот, магний сам по себе в целом тормозит избыточное возбуждение в нервной системе. Ну, и, соответственно, следом за этим мы получаем некое такое противотревожное действие, вот, что, конечно же, при стрессе нам необходимо. Ну, и витамин В6. Витамин В6 принимает участие в синтезе нейромедиаторов. Нейромедиаторы – это такие вещества, которые, собственно, являются передатчиками сигналов. Вот, поэтому, если их нет, то ничего, собственно, не происходит. Ну, это некий необходимый компонент, который, да, у нас должен быть для того, чтобы нервная система вообще в целом у нас нормально функционировала. Давайте следующий слайд. Когда мы можем рекомендовать комплекс The Labsters Outfit? Ну, поскольку он очень богатый, он очень такой у нас нарядный, красивый, очень сбалансированный, значит, соответственно, мы можем давать его людям, которые испытывают высокие эмоциональные, умственные нагрузки. При нарушениях сна, при синдроме менеджера. Ну, синдром менеджера – это синдром выгорания, то есть тогда, когда человек давит, с одной стороны, ответственность очень большая, с другой стороны, колоссальная нагрузка по работе, да, и он просто уже перестает справляться, как говорится. При психосоматических проявлениях вегетососудистой дистонии, да, то есть, ну, говорят доктора, что такого диагноза нет, но тем не менее колебания давления в ту или иную сторону существуют при отсутствии диагноза, да, вот это вот и называется вегетососудистой дистонии, то есть тогда, когда у человека либо начинается повышение артериального давления, и следом за этим он получает какую-то слабость, головную боль, тошноту даже иногда, вот, и в целом не очень приятное состояние, либо, например, там гипотония, ну и при смене часовых поясов или условий проживания, потому что как-то ни странно, для нас это сейчас кажется вообще ерундой, но для организма в любом случае даже перелет там какой-то, да, или поездка, это в любом случае стресс, но это стресс такой понятный, приятный, может быть, да, к которому мы достаточно быстро адаптируемся, но если, повторюсь, у вас есть вышеперечисленные истории как-то там, эмоциональные нагрузки, там, на работе, дома что-то не все в порядке, да, какие-то нарушения сна, и вы при этом сели в паровоз или в самолет и куда-то там летите, вот здесь поддержать свою нервную систему, это вот, как говорится, как доктор прописал, это полезно, хорошо, нужно и здорово. Давайте следующий слайд. Как рекомендуется принимать? Рекомендуется по две капсулы во второй половине дня. Значит, почему во второй половине? Потому что в первой половине большая часть из нас все-таки управляет транспортными средствами, да, может потребоваться какой-то, какая-то точность там, да, при работе с какими-то механизмами, машинами, оборудованием, вот здесь вот это вот легкое такое, да, состояние легкой седации иметь, ну, наверное, не рекомендуется. То есть, если, допустим, вы не водите автомобиль, а вы в целом просто вот находитесь, ну, давайте я немножко такое, не литературное скажу слово, да, но на вздрыге, как если бы, да, вы встали с утра, и у вас уже вот это вот ваше состояние вымораживает, вас уже колотит, вот, но ехать вам по большому счету нужно куда-то на общественном транспорте или на такси, вот, и, собственно, вы не являетесь там наладчиком пусковой установки там на Байконуре для космонавтов, вот, то в целом я не вижу ровным счетом ничего плохого, чтобы принять одну капсулу, допустим, утром там или днем, да, и вторую уже на ночь перед сном, то есть здесь, пожалуйста, могут быть вот такие вот тоже варианты. Какие могут быть противопоказания? Ну, конечно, если вы там аллергик, да, если у вас там, особенно на цветение трав там разнообразных, есть какая-то аллергия, ну, здесь вы об этом четко будете знать, понимать. Это индивидуальная непереносимость. А беременность, кормление грудью, ну, да, мы вообще стараемся избегать что-либо, вообще прием, чего бы то ни было при беременности кормлении грудью. Вот, ну, понятно, да, что там с врачом надо консультироваться, но вопрос в другом, что данный БАД имеет крайне мягкий состав, вот, и состав такого рода, да, который, ну, вот бежать к психиатру за его назначением, я думаю, не нужно, это абсолютно лишнее, вот, потому что, ну, он такой вот, знаете, как бы ежедневная история, то есть, да, вы понервничали, да, вы где-то перенапряглись, да, вы понимаете, что если это пойдет дальше, и вы действительно уже начнете выгорать потихонечку куда-то, значит, поэтому лучше, как говорится, ходить с этой банкой в сумке, да, вот, понервничал, принял и пошел дальше, не дожидаясь, как говорится, того, что эти нервы уже приведут вас к какому-то там состоянию, вот, то есть я к чему, к тому, что разовые приемы, даже не курсовые, они в целом вполне возможны, но если вы, условно говоря, действительно уже в выгоревшем состоянии, да, если вы уже прямо очень сильно перетрудились, то, конечно, здесь можно рекомендовать и курс приема. Давайте следующий слайд. Вот здесь как раз об этом, да, о том, как и с чем можно было бы скомбинировать, вот, если действительно такая, да, программа, прям синдром менеджера, то есть тогда, когда человек уже все от него просто прикуривать, как говорится, можно, вот, и программа здоровый сон, то есть вот можем, например, скомбинировать в ЛАП-Б комплекс актив, почему, то есть усилить и без того имеющийся, да, витамин В6 в составе стрессаутфита, усилить еще витаминами группы В, почему, потому что они оказывают питательное комплексное воздействие на нервную систему, да, добавить по две капсулы в сутки, ну, и в ЛАП стрессаутфита. Можем добавить лецитин, почему лецитин, к чему лецитин. Итак, нервная система – это такой, скажем так, комплекс проводки, как вот в здании электрической, да, и у этой проводки она никогда не бывает железкой, я уверена, что даже женщины об этом знают, да, у всей вот этой проводки есть такая оболочка, вот, и от того, насколько эта оболочка полноценна и хороша, в том числе зависит и скорость передачи сигнала по нерву, да, и его, в целом, устойчивость к негативным факторам окружающей среды и так далее, и так далее. Так вот, лецитин является компонентом вот этой самой оболочки нервной, вот, поэтому его прием здесь, в данном конкретном случае, является очень такой полезной историей, потому что он укрепляет сам нерв, как если бы, да, вот, от того, что его, там, дыбом он может стоять. Ну, здесь, поскольку это питательное вещество, лецитин относится в большей степени именно к питательному веществу, вот, мы его принимать можем по 3 капсулы в сутки. Артемия. Значит, артемию тоже мы принимаем, ну, как сильный антиоксидант. Мы же понимаем, что стресс это фактор, который очень резко повышает оксидативные процессы, значит, соответственно, вместе с этим ускоряются все процессы повреждения всех органов и тканей, в частности, нервной системы, поэтому здесь это уместно, хорошо и понятно, для чего это нужно, да, 2 капсулы в день можем. А в лапкардио, значит, для чего? Если ваш стресс, да, вот, и зашел уже настолько далеко, что вы действительно чувствуете какие-то неполадки в работе сердца, ну, понятно, первым делом, конечно, лучше к доктору сходить, сделать электрокардиограмму, потому что не приведя, там, боже, речь идет уже о каких-то там серьезных сердечных заболеваниях, с этим не шутят, вот, но если это просто пока вот какая-то психосомантика, значит, соответственно, можно попробовать добавить еще в лапкардио. Ну, и стресс-аутфита, понятно, он здесь, сюда, как бы ложится. Слушайте, я немножко... Мне, на самом деле, Артемия понравилась еще в синдроме менеджера, поэтому я ее с здорового сна взяла. Смотрите, вот, в здоровый сон мы берем стресс-аутфита Артемию Good Night, вот, ну, это вот, если уж прям совсем хочется, как говорится, заснуть. Ну, вот, мне просто понравилось, что можно было перекрестить и туда его тоже добавить, синдром менеджера, ну, в общем, не повредит, как говорится. Ну, дополнительно, те витал-баланс, пожалуйста, кто любит уже, как говорится, делать такой себе полный комплекс, вот, он сюда тоже хорошо ложится, в синдром менеджера, вот, и к здоровому сну Хеллсбери Дрим, прекрасно, тоже замечательно. На этом мы переходим с вами к вопросам, к вопросам, и что у нас тут за вопросы, давайте мы посмотрим. Так, вот такой вопрос. Поможет ли в лабстресс-аутфита подростку во время подготовки к экзамену? Ну, смотрите, поскольку я сама сейчас сказала, да, что это БАД не обязательно даже курсового приема, да, а это БАД такого даже разового употребления, то в каком виде это может подойти подростку, да, то есть если подросток очень сильно нервничает перед экзаменом, да, что эти нервы не дают, вот знаете, я не знаю, я думаю, многие из вас испытывали это состояние, когда нервы настолько напряжены, что ты читаешь информацию, но ты ее даже не воспринимаешь. То есть вот в такой ситуации, если у подростка, например, очень такие нервы кучерявые, вот, то, конечно, можно, нужно и хорошо это пробовать, вот, потому что человеку прежде всего нужно успокоиться, потому что если он будет в этом волночном своем состоянии, он просто не сможет нормально, адекватно не прочитать ничего, не подготовиться, вот, поэтому просто успокоить человека было бы неплохо. Улучшить ему мозговое кровообращение при помощи гинкобелоба? Да пожалуйста, в целом ничего плохого, но единственное, что смотрите на индивидуальную переносимость, просто большая часть подростков, как правило, это вот люди, ну, такие астеничные, иногда с пониженным давлением, вот здесь вот нужно быть внимательным, потому что, например, пустырник давление понижает, то есть если у подростка пониженное давление, вот здесь, наверное, я бы не рекомендовала. Если у подростка, наоборот, повышенное давление, да, или он как-то вот так вот избыточно реагирует на стресс, то в целом, в общем, я не вижу ничего плохого в этом, да, особенность, это не курсовый прием, просто какие-то разовые вещи. Значит, можно ли совмещать с приемом магния? Вот здесь я бы сказала нет, почему? Потому что цитрат магния, который содержится и так в БАДе, он достаточно вполне, вот избыток ни к чему не приводит, ну, просто я всегда вот эту фразу говорю, что не пытайтесь никогда в трехлитровую банку наливать там пять литров воды, туда просто не помещается, то есть просто избыток магния, никому не нужно выведется и все. Вот смотрите, были подростки, теперь пенсионеры. Значит, мне спрашивают, есть ли противопоказания для пенсионеров? Ну вот здесь, я бы сказала, скорее показания, вот по причине какой? По причине такой, что пенсионер, ну чаще всего это уже человек, у которого действительно уже нервная система истрепана долгой жизнью, он уже и так сам по себе в стрессе, да, адаптационные возможности к стрессу у пенсионеров ниже, вот. Эти люди очень часто после даже самых незначительных переживаний могут испытывать и повышение артериального давления, и какие-то перебои в работе сердца, и вот именно они-то вот как раз и бегут, да, вот эти все капельки свои там пить обычно, если понервничают. Вот поэтому пенсионерам, я считаю, этот БАД подходит, и подходит не то слово, вот, потому что, конечно, он не только будет влиять положительно на эмоциональный фон, но также будет положительно влиять на телесное, да, у пенсионера, то есть будет снимать спазмы, снимать какой-то дискомфорт, снимать чуточку повышенное артериальное давление. Конечно, этот БАД не будет относиться к способам лечения гипертонической болезни, об этом нужно помнить, но в целом, как вот такое комплексное, хорошее, успокаивающее, вот, для борьбы с бессонницей, как по мне, прям замечательно может быть. Вот немножко такой вопрос, я не очень, наверное, понимаю, что у меня хотят спросить, но попробую ответить. Значит, спрашивается так, если планируется путешествие, то за сколько надо начинать курс? Ну, мы с вами, да, говорили, что путешествие само по себе является стрессом, вот, и если вы и так уже в нем находитесь, вот, то, собственно, начинать нужно тогда, когда вы чувствуете, что вы нервничаете. То есть, если вас беспокоит, собственно, сборы к поездке, или вас пугает, что как же вы вот поедете, как там этот самолет долетит, взлетит, сядет, или как этот паровоз там не свернет ли с колеи, вот куда-то. Значит, в целом, начинайте за 3-5 дней до вот этой поездки, у вас будет уже очень хороший накопительный эффект, и думаю, что поездка пройдет максимально комфортно, без лишних переживаний. Ну, пожалуй, на этом все, вопросы повторяются, поэтому, наверное, мы на этом закончим. Я прощаюсь с вами, вот, благодарю вас за внимание, и желаю вам крепкого здоровья с Greenway Global!